Аллилуйя! Я приветствую каждого во имя Иисуса. Будьте благословенны! Я только что говорил о том, что в церкви, в верующих, есть особый магнит, который притягивает Бога. Мы этот магнит не можем разглядеть. Мы даже в ближнем, кроме ошибок, ничего не видим. А Бог в нас видит красоту, ту, которую Он в нас поселил, поставил, потому что Он нас творил. И мы созданы во Христе Иисусе. Мы Его творение, Библия, говорит 2 глава Эфесянам, созданного Христе Иисусе. Мы созданы. То есть Бог имел проект. Бог творил нас. Бог проектировал нас, чтобы восхищаться. Как каждый скульптор, каждый художник после своего творения что делает? Восхищается. Любуется. Смотрит. Отходит. Бог нами любуется, когда мы духовные, когда мы перестаем в душевные вещи вникать, в плотские, то есть, и начинаем размышлять о Нем, начинаем поклоняться Ему, петь Ему от всего сердца. Это касается Бога. И вот я хочу сказать перед проповедью одну важную вещь, что дьявол – это охотник. Почему я вам говорю о дьяволе? О Боге вы много слышали, но вы не слышите о том воре, воришке, который у вас-то все и бедит в вашей жизни. И дьявол – он охотник. Он охотится в вашей жизни, поверьте. Он охотится. Его цель – украсть семя. Иисус говорил о сеятеле, который вышел сеять семя. И что сделали птицы? Птицы склевали. Оно упало на каменистую почву. Это разум, который не дал проникнуть в сердце семени Слову. И оно как будто бы не зачалось. Оно как будто бы не взросло. И прилетели птицы и поклевали то зерно, то семя. А для чего? Как Иисус сказал ко всем слушающим Слово. О царстве приходит дьявол и похищает это семя. Для чего? Что бы не уверовали и не спаслись. Какая у него цель? Ужасная. Но он ее достигает. Поэтому наша ответственность – всегда слышать Слово Божие и помочь принять его, как семя, в свою жизнь, в свое сердце, в свой дух. Не только в разум. Семя должно попасть в сердце. Да, оно идет через разум. Оно может удариться в мозг и упасть потом внутри уже в сердце, в наш дух. Мы получим откровение и будем ходить в истине свободными. Аллилуйя. Поэтому смотрите внимательно, когда вы слушаете Слово Божие. И особенно, когда Бог вам открывает свое Слово. Будьте внимательными. Не давайте украсть у вас эту драгоценность. Не говорите «О-о-о-о», «Я слышал, я знаю». Потому что Бог отвечает на ваши молитвы, на ваши нужды. Иногда и через проповедника. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Позволь Иисусу родиться». Иисус желает не только прикасаться к людям сегодня, но рождаться в сердцах людей и менять их жизни. Знаете, на днях я получил такое откровение. Господь мне сказал, Дух Святой мне проговорил, Иисусу нравится рождаться вновь и вновь. Ему нравится рождаться. Тот факт, когда Иисус появился 2000 лет назад через девушку Марию на земле. Он родился, вырос, вышел в служение, коснулся людей, спас человечество. Это факт, это история, это да, и это аминь. И Дух Святой мне сказал, на этом все не заканчивается, потому что это продолжается. Рождество Иисуса продолжается. Мы вспоминаем то Рождество, но мы можем, каждый из нас, вспомнить свое личное Рождество, когда Иисус родился в нашей жизни, в моем сердце. Я помню этот день. Я вам могу рассказать до мелочей, что происходило. Настолько это было реально, настолько это запомнилось. Когда Иисус родился, когда Рождество произошло в моей личной жизни, я могу рассказать вам. Это был июль месяц, это был очень жаркий день. И я принял Иисуса осознанно. Почему? Я знал, как это сделать. Я знал, но я не решался. Не было еще моего времени, не было полноты времени. И когда эта полнота наступила, когда Дух Святой коснулся меня, Иисус постучался в мое сердце, я открыл и позволил родиться в моей жизни. Что произошло? Вся моя жизнь изменилась. Вся моя жизнь. Я не просто сейчас хочу сказать, что я тут же побежал проповедовать и свидетельствовать, хотя и это тоже было. Я хочу сказать, что было изменено мое мышление, мое отношение, мое будущее, мой статус был изменен. Я так благодарен за этот подарок. Я так благодарен, что в свои 17 лет, в таком раннем, юном возрасте, я осознанно пришел к Иисусу. И я знаю, что в этом нет моей заслуги. Иисус коснулся меня. И я просто ответил «да». Я просто разрешил Ему войти. Я ничего не делал. Я не подметал свое сердце. Он зашел туда. И Он очистил. И Он продолжает расти. Если Иисус родился один раз на земле. Мы все знаем этот раз. И мы видим, как сегодня мир украшает. Знаете, в гнездышке Иисус лежит. Все они... Ну, так и было, в принципе. Иисус родился. И вокруг были звери. Не нашлось места в гостинице. Если Иисус родился один раз на земле, то не думайте, что на этом все. Нет. Он желает это делать снова и снова. Снова и снова. Знаете, я скажу. Иисус наслаждается. Иисус получает такую великую радость. Вы, может быть, этого никогда не слышали. Но я вам скажу, Иисус получает удовольствие. Он получает радость. Он получает неимоверное удовольствие, когда люди позволяют Ему рождаться в своей жизни. Что такое рождение свыше? Это и есть рождение Иисуса Христа в жизни человека. Мы иногда говорим, ты верующий или неверующий? Послушайте, вопрос стоит теперь другой. Как Иисус сказал, должно вам родиться свыше. Ты должен родиться свыше. Ты говоришь, я никому ничего не должен. Я тебе говорю, ты должен родиться свыше. Иоанна 3 глава. 3.3. Истинно, истинно говорю вам, если кто не родится свыше, тот не может увидеть Царствие Божие. Иисус сказал, должно вам родиться свыше. Должно вам родиться свыше. Что это означает? Ты не можешь родиться свыше, если Иисус не родился в твоем сердце. Кто позволит Ему родиться на этой земле, через того Он и придет в жизнь людей. Тема так и называется. Позволь Иисусу родиться. Вы знаете, что есть люди, которые разрешают Иисусу рождаться, позволяют Иисусу рождаться. Есть люди, которые не могут на это решиться. Они довольствуются только тем, что Иисус родился в их жизни. Но Иисус, Он приходит для двух вещей. В нашу жизнь. Нас спаси. Нашу жизнь преобрази. И через нас родиться в жизни других людей. Он не поседа. Если вы думаете, что Иисус такой, знаете, правильно причесанный, такой, знаете, в пиджачке, в галстуке, такой, приземлился в твоем сердце, сидит и такой, прямо не шелохнется, знаете, не шелохнется. Я вам скажу, Иисус – это не поседа. Его всегда куда-то тянуло. Он уже с родителями идет и бац, остался в храме. Со священниками о законе. Там разговаривает и говорит, и задает вопросы, и все удивляются. Как, 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 как? Приходит мама с папой, забирают его. И у всех такое удивление. Как, кто это? Не могут понять, что Иисус. Помните, да, когда Он вышел в служение? Он, Ему люди говорили, останься среди нас. А Он говорит, нет, не могу. И другим городам я должен проповедовать. Я должен принести туда благую весть, радостную весть. В чем заключалась радостная весть Иисуса? Спасение, да, покаяние. Один. Крещение. Что еще? Исцеление, изгнание бесов, освобождение, любовь, богатство. Он пришел, и первое, что Он сказал, помазание на мне, ответить нищему. Во-первых, нищему, нищему, нищему. Если ты сегодня нищий, Иисус твой ответ. Нищий ответ сам. Не решай эту формулу. И Иисус ее решит. Ты будь с Ним. Ты слушай, что Он тебе говорит. Он назвал первое, первый пункт, для чего Святой Дух пришел, и для чего Он был рожден, свое призвание. Он сказал, благовествовать нищим. Нищим. Нищий человек. У него нет ничего. И ума также. Если бы был хоть ум, Он бы не был нищим. Иисус пришел абсолютно во все слои общества. Затронуть каждый слой общества. И поэтому мы видим, что и грешники, и религиозные люди, и умные, и глупые, и слепые, и хромые, и больные, и косые, и всякие. Шли за Ним. Вы представляете? Шли за Ним. Потому что видели, что единственный ответ в их жизни – это Иисус, это в Нем. Он знает, Он знает. И они просили Его, расскажи нам, расскажи нам, помоги нам. Итак, мы не будем сейчас сильно углубляться в то, что произошло 2000 лет назад. Хотя это основание, это старт, это Рождество, это новое начало, это рука помощи человечеству. Это единственное, что может помочь человеку – Рождество Иисуса. Но мы будем говорить дальше. Как апостол Павел в Евреях в 6 главе пишет, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. А в чем совершенство? Он говорит, и не будем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога. Он говорит, не будем. Двинемся дальше. Во второй класс и третий. И там еще так много классов, там много уровней, там много зрелости. Двинемся, братья и сестры, дальше. Он говорит, это сделаем, но двинемся дальше. Мы двинемся дальше. Учитель, если он заострял на первом классе, и у него нету больше образования, а что он может научить? Учитель, который учит детей первого класса, извините, у него развитие не первого класса. У него развитие института, он-то сам прожел многие уровни. Понимаете? И защитил диплом. И поэтому он учит. Он учит истинно, но он не там. Он не в начале. Он винулся дальше. Двигайся сегодня дальше. Позволь Иисусу родиться. Измени свой образ жизни. Измени свой образ жизни. Что это означает? Сними с себя фокус. Твоя проблема, я тебе скажу, то, что ты смотришь на себя и на свои нужды. И кроме этого, ты ни о чем не думаешь. А я тебе скажу, выучи Галатам 2.20 наизусть. И апостол Павел говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу воплоти, живу верою в Сына Божьего, предавшего себя за меня. А что я ныне живу в теле? Я живу верою. Я служу Богу. А теперь я уже не живу. Живет через меня Иисус. Что это значит? Это означает, что Рождество произошло в жизни Павла. И он теперь сказал, не я буду делать. Когда Павел начинал хвалиться, и ему было всегда чем похвалиться. Он говорил, нету таких чудес. Нету того, чтобы вы могли назвать, и Бог через меня это не сделал. Нету. Все, все возможные чудеса. Все, что только может прийти в голову. Все Бог через меня сделал. Павел, служение, в котором я нахожусь. И дальше апостол Павел поправляется. Он говорит, впрочем, не я, но благодать, которая со мною. Он указывает на Иисуса Христа. Про себя он потом тоже говорит. Я самый великий грешник и так далее. И поэтому Павел говорит, вот что должно быть в нашей жизни. Иисус, родившийся, должен возрасти и двинуться дальше, и служить. И мы, те, которые либо ограничим его, либо скажем, сиди, либо скажем, иди, действуй. Как мать Иисуса. Она его не удерживала рядом с собой. Она сказала, иди, я знаю, ты призван на служение. Иди, действуй. И когда она сказала этим на свадьбе людям, она говорит, сделайте все, что он вам скажет. Она дала свободу. Она не держала его. Она прекрасно о нем позаботилась и отпустила. Что позволило Иисусу родиться на земле? Я вам скажу. Осознанное согласие Марии. Послушайте, я не католик. Не католик. И я не поклоняюсь Деве Марии. Я это уже много раз говорил. Я не хочу, чтобы вы меня неправильно поняли. Я хочу, чтобы вы слушали проповедь духом. И я буду говорить о Марии, как о Герое Веры. Слушайте, если Раав, блудница, была занесена в главу Героев Веры, Евреям 11 глава, где говорится об Аврааме, о Самсоне, о Давиде, о Героях Веры. И потом Раав, блудница. Как она туда попала? Если она Раав, блудница, проститутка стала Героем Веры. У меня, знаете, у меня ощущения не укладываются в голове, но Библия говорит об этом. То уж тем более, девушка, которая позволила Сыну Божьему родиться на этой земле и спасти все человечество, стоит о ней упомянуть, стоит по ней поговорить, но мы не поклоняемся ей. Потому что мы будем говорить и о других героях. Итак, Иисусу позволило родиться на этой земле. Слышите, на небесах не было проблем. Отец этот план сотворил. И они договорились с Иисусом, что Иисус родится и спасет человечество. Но на земле должен кто-то принять этот план. Кто-то должен согласиться с этой волей. Итак, осознанное согласие Марии и ее добрая воля. Что Мария сказала после того, как ангел пришел и сказал ей пророчество? Ты родишь Сына, наречешь Ему имя Иисуса, Он будет велик. Наречется Сыном Всевышнего и спасет людей своих от грехов их, и будет царство, и царство Его не будет конца. Что она сказала? Она сказала, да будет я по слову Твоему. Я вам объясню, что это не все так просто, как мы думаем. Это не все так просто. Мария была помолвлена с Иосифом. Она была помолвлена. А давайте прочитаем эту историю. Она несколько стихов. Луки, 1 глава, 26 стих. Современный перевод. Когда Елисавета была на шестом месяце беременности, Бог послал ангела Гавриила в галилейский город Назарет. К деве по имени Мария. Мария была обручена с Иосифом, потомком Давида. Ангел пришел к ней и сказал, «Приветствую тебя, получившая милость. С тобой Господь». Марию эти слова очень удивили. Она размышляла, что бы значило такое приветствие. Ангел продолжал, «Не бойся, Мария, потому что Бог проявил к тебе милость. Ты забеременеешь и родишь сына, и назовешь его Иисусом. И он станет великим. Его будут называть сыном Всевышнего. Господь Бог даст ему престол его предка Давида. И он будет царствовать над домом Якова вовеки. И его царство не будет конца». «Как это может быть?» – спросила Мария. «Ведь я еще не была с мужчиной». Ангел ответил, «Святой Дух сойдет на тебя, и тебя осенит сила Всевышнего. Поэтому младенца, который родится у тебя, будут называть святой, а также сыном Бога». Итак, есть Божий план. Этот план серьезный. Этот план спасения всех людей. «На небесах проблем нету. Есть нужда в человеке. Кто согласится, чтобы через него пришел Иисус, человек, Бог, и стал человеком? Кто позволит ему родиться? И родиться Иисусу, сложность была в том, что это несло много-много проблем. Рождение Иисуса принесло очень большую катастрофу. То есть были очень большие сложности, осложнения. Какие, во-первых? Во-первых, Мария, как девушка, знаете, которой свадьба намечается, она в помолвке, и тут вклинивается ангел, вклинивается Бог в ее жизнь и говорит, через тебя родится Сын Божий на землю, и Он спасет. А она говорит, ну если Он родится, а я не был с мужчиной, как это будет? А Он говорит, от Духа Святого. Когда Мария услышала, что Иисус родится от Духа Святого, а у евреев в еврейских традициях нельзя иметь близость к жениху и невесте до свадьбы. Я ко всем говорю молодым, ко всем людям, до свадьбы вы просто жених и невеста. Вы не имеете права друг на друга. И они это четко соблюдали. Поэтому она и спросила, как это произойдет? Потому что она думала логически. И вы знаете, ангел ей сказал, от Духа Святого, Дух Святой сойдет на тебя. И вы знаете, Мария-то поняла, что ей придется это объяснять жениху, что вот он мой животик, я с тобой не была, но у меня животик, ты уж меня извини, но ты поверь, это от Святого Духа. И как вы думаете, поверил бы любой мужчина, вот вы, мужчина, вы поверили бы своей невесте, с которой вы знали, что вы не спали, вы бы поверили ей, что у нее от Святого Духа, и что в ее утробе Бог. И я не поверил бы ни за что, потому что такого не бывает. Вы представляете, на какую жертву пошла Мария? Она понимала, что с возлюбленным будет разрыв неминуемый, и она готова была принести возлюбленного в жертву. Что она и сделала? После того, как она сказала, да будет я по слову твоему, она подписалась смертный приговор себе. И она не знала, чем это закончится. Она просто согласилась на волю Божью в своей жизни. А знаете, что Библия говорит? Что воля Божья – это самое лучшее для человека. Даже если придется пожертвовать, ты будешь счастливее, чем бы ты ни пожертвовал. Послушай, ты христианин, вот твое призвание, вот твоя радость, вот твои эмоции. Позволь Иисусу возрасти в тебе и рождай его, рождай его, рождай его дальше. Да, на тебя будет, может быть, сорван ад, если ты попал в черный список дьяволу. Да, на тебя будет сорван ад. Послушай, но ад не сильнее рая, и дьявол не сильнее Бога. И если на тебя вышли охотники, то, послушай, у Бога есть защита для тебя. И тебе не надо бояться. Тебе надо идти и делать. И Мария, девушка, не побоялась никого. Никого. И родила это. И благодаря ей, представьте, нам будет это обязательно время уделено, когда мы подойдем к Марии на небесах. Да, мы не будем ей поклоняться, как католики, но мы скажем, мать наша. И Еву поблагодарим, мать нашу. И Марию, мать нашу поблагодарим, что она родила Спасителя. А потом, знаешь, какой сюрприз, к тебе подойдут люди и скажут, мать наша, спасибо тебе, ты родила Иисуса. Я буду, Гриша там, например, такой, какая я мать? Какая я мать вам? Мама, мама, спасибо, ты родила Иисуса в нашей жизни. Благодаря тебе спасся. Понимаете, много уникального нас ждет впереди. Бог так сильно возлюбил этот мир. Послушайте, Он не только тебя любит, Он тебя любит, обожает, восхищается, но Он это также и к другим имеет, эти чувства, эту любовь. И поэтому, как Иисус родился в твоей жизни, позволь, эта проповедь пусть звучит. Все вот это Рождество до конца, и пусть весь Новый год, и до конца вашей жизни звучит эта проповедь. Просто одна фраза. Одна фраза. Позволь Иисусу родиться. Ты это обязательно почувствуешь. Я не говорю, что именно сегодня каждый должен подойти со списком и мне отчитаться. Сколько Иисусов родилось через него. Это смешно. вы почувствуете в своей жизни тот уровень, ту зрелость. Когда Иисус попросит вас, Он захочет через вас родиться в другой жизни, потому что вы Его носите. Вы знаете, что такое больные люди? Гриппозные люди или туберкулезные с открытым туберкулезом? Это люди, которые носят смерть. Открытый туберкулез у человека это человек, носящий смерть. Захочешь ли ты с таким человеком пообщаться? Так вот, с глазу на глаз. Чтобы он дышал на тебя, чихнул пару раз. Захочешь? Представь, ты человек на несущий жизнь. В тебе Бог. Ты Богоноситель. Ты о себе маленького мнения. Но дьявол-то совсем другого. Если Иисус родился в тебе, ты Богоноситель. И ты способен Его теперь рождать. Ты носитель жизни. Когда ты будешь встречаться с людьми, просто не тормози. Еще такое запомни, тоже важное слово из проповеди. Не тормози. Еще раз повторяю. Не тормози. Позволи Иисусу родиться. Ты почувствуешь это побуждение. И ты можешь так сказать, ах, ну не сейчас, как-то неудобно. Ах, протормозил. Эх ты. Просто сделай решение смелое. Да, Господь. Иди впереди меня. Рождайся. И ты раз человеку рассказал. Знаете, у меня было такое. Я позволял Иисусу рождаться в жизни других людей. И я тоже преодолевал и страх, и волнение, и все. Но Иисус рождался. Может, не так много, но рождался. Аллилуйя. И вы будете иметь великую радость от того, что Иисус будет рождаться через вас. Он будет благословлять вашу жизнь. Заботиться о других. И когда Иисус будет непоседой в вашей жизни, Он захочет служить, тоже позволяйте Ему, как нормальная мать. Позволяйте Иисусу выходить, касаться людей. Позволяйте Ему. Это все будет в вашей жизни. Если вы живете жизнью с Богом, именно так все будет. Он захочет встречаться с грешниками. Знаете, есть люди, которые окружили себя только верующими людьми. Это хорошо. Для начала. Укрепиться, да? Но потом обязательно Иисус захочет достигать грешников. Грешников. Он полюбит грешников. Послушай, если ты не любишь грешников, Иисус любит грешников. И без тебя Он не может спасать людей. Без Марии Он не мог родиться на земле. Я вам скажу, Бог всемогущий не мог родиться без девушки на этой земле. И так же Он не может рождаться без тебя на этой земле. Как христианство будет распространяться? Ты в этом способствуешь. Способствуешь развитию, рождение Христа. Именно ты. Ты, если меня смотришь, бери эту ответственность на себя. Перевари это все. Осознай, как осознанно. И ты обязательно встретишься с тем, Господь тебя подведет, что сейчас Иисусу время родиться в чьей-то жизни. Если вы еще не принимали Иисуса Христа в свое сердце, то сделайте это прямо сейчас в рождественские праздники. Сделайте. Скажите, дорогой Иисус, прости меня за все мои грехи. Войди в мое сердце. Я принимаю тебя как личного Господа и Спасителя. Прошу прости все мои грехи. Измени мою жизнь. Я принимаю тебя и хочу провести с тобой всю свою жизнь. Научи меня жить во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пусть Бог благословит вас.